Всем привет из Санкт-Петербурга! С вами садовница Оксана. Сегодня 24 апреля 2021 года и я хочу поговорить с вами о формировании пеларгоний в красивые пышные кустики, которые будут цвести обильно и радовать вас все лето. Сейчас я своим пеларгонием цвести не даю, активно обрезаю все цветоносы и покажу сейчас как нужно начинать формирование. Итак, возьмем для примера вот эти два черенка. Их купила я на Авито. Они были длиннющие, некрасивые, в один ствол. Когда пеларгония в один ствол формируется, у нее будет пара цветочков и будет получиться такой стандартный бабушкин цветок. Делать мы этого не хотим, мы хотим красивые современные цветы иметь, соответственно нужно формировать. Значит, вот этот ствол был зарыт вот до сих пор, плюс я еще отрезала сантиметров 10. Почему так получилось? Я его пересадила буквально на днях, дня 4 назад. И когда пересаживала, увидела, что там вот такой кусок ствола зарыт. Мне это не нравится, я его буду обрезать вот до сих пор, но после того, как здесь формируются черенки. Для того, чтобы не потерять вот эту часть, я смогу посадить череночки. Значит, смотрите, когда покупаете черенок, обязательно сразу делайте ему прищипку. Смотрите пазухи, где были листья раньше. Допустим, если я обрежу его вот так, здесь был лист, тут был лист, здесь и здесь, отсюда из этих пазух, а и вот здесь тоже. Если я сделаю обрезку вот до сих пор, то из этих пазух начнут формироваться новые стволики. Обязательно, никуда она не денется. Не бойтесь обрезать кардинально, но обычно оставляю я 4 пазухи. Три точно всегда просыпаются, четвертая у меня на прозапас оставляю я. Также я выращиваю пеларгошку из семян. Если вы вырастили из семечки пеларгонию, то формировать ее нужно, когда она совсем еще малявочка. Когда это нужно делать, сейчас я покажу на примере одной из них. Вот, смотрите, когда она сформирует 4-5 листов настоящих, это у нее семидольки, вот видите, свидетельство того, что это из семечки выращено. Когда сформирует 5 листов где-то и начнется вот верхушечка расти, я эту верхушечку сразу чик и прищипываю. Делаю это для того, чтобы у меня был пышный красивый куст сразу же. Если я дотерплю до момента, когда растение будет уже взрослым, то получится вот такая вот, опять, здравствуй бабушкин цветок. Бабушкины цветы мы не любим, мы любим красоту, поэтому формируем сразу же, когда малявочки у нас растут. Значит, обрезаю я верхушку, обдираю все листья и оставляю только один лист для фотосинтеза. Итак, сейчас хочу показать, как я обрезаю свои пеларгонии на рисунке, для того, чтобы было более удобно и понятно. Значит, вот мой кустик пеларгонии, который вырос из семечек, значит, вот горшочек, это стволик, 4 листа имеется и зачаток нового листика, 5-го. Я беру и безжалостно удаляю вот так вот верхний листочек, вот так, стараясь не задеть вот эту пазуху, то есть получается обычно это где-то вот так вот. Вот. Значит, дальше я удаляю оставшиеся листья. Вот так я это делаю. Не советую выламывать листья, советуют так делать некоторые блогеры, я не советую, это вандализм, потому что, смотрите, здесь сбоку нарисую, вот у нас, значит, ствол, вот от него растет лист, вот это увеличенное все будет. С этой стороны не буду рисовать, но вот, допустим, вот ствол. Значит, вот здесь обычно бывает в пазухе почка. Из этой почки быстренько вырастать начинает новый стволик. А если вы выламываете, вот так вот, если обычно это происходит, выламываете, то выламывается обычно вместе с этой почкой. И пиларгонии требуется значительно больше времени для того, чтобы, вот мы ее сейчас удалим, вот выламывали вместе с почкой. И ей нужно значительно больше времени на то, чтобы вырастить вот из этого места новую почечку. Так что выламывать не советую. Я обрезаю вот так, а потом, когда палочка эта подсыхает, она неизменно всегда отсыхает, я ее просто отламываю спокойно, она отламывается без всяких повреждений для растений. Значит, все, обрезали три листа, остался один лист, обрезан верх, дальше я жду, пока из, давайте другой цвет возьмем, допустим, синий, вот из этих мест обычно начинает вырастать новый стволик. Обычно, я вам показывала, у меня их 3-4 штуки вырастают. Вот они выросли. Дальше, что я делаю, я жду, пока на этих стволиках не образуются опять четыре листа. Четыре листа образовалось, выросло, вот по четыре нарисуем. Раз, два, три, четыре. Дальше я опять беру и отрезаю макушку. Вот так вот делаю. Из этих пазух, опять же, вот из этих, начнут вырастать новые стволики. За счет этого куст получается приземистый. За счет именно вот такой прищипки. Да, вот в этом тоже, соответственно, если вырастает. В общем, вот получается кустик очень такой красивый, приземистый. Вот, и просто замечательный. И, кстати, пеларгония цветет на новых побегах. И, соответственно, вот почитайте, сколько у вас будет новых цветочков, то есть цветоносы. Каждый новый побег будет выкидывать один-два цветоноса. Соответственно, цвести будет пеларгония пышно и красиво. Вот, посмотрите. Если же вы оставили бы один ствол, не делая вот эту прищипку, соответственно, цветоносов было пару штук, как обычно и бывают. Вот такие вот, с бабушкиной пеларгонии. А здесь у нас, если отсюда еще пойдут три, отсюда три, отсюда три, ну, посмотрите, сколько будет цветоносов. А еще из каждого нового побега может образовываться два цветоноса, а не один. Поэтому, чем лучше вы щипаете свою пеларгонию, чем меньше ее жалеете, тем, соответственно, больше у вас будет цветов. Рисунок, конечно, получился страх какой, но я надеюсь, все, кому надо, все поняли. Бывает ситуация следующая. Значит, вот вы обрезали пеларгонию свою, любимую, вот в этом месте. И она начала отращивать вам вот только, допустим, тут. А в этих местах почки не образовались. То есть она уже один лист, уже начала второй лист. В этом случае я рекомендую также безжалостно взять и обрезать ее вот так. Этим самым мы опять-таки принудим ее, чтобы она вот в этих местах образовывала нам почки. Нам не нужно, чтобы она опять тянулась наверх. У нас образовался опять одиночный ствол. Следите за этим, потому что реально такое бывает. Ну, редко, но бывает. Следующая ситуация. Вы имеете старый бабушкин цветок. Вот такой длинный ствол с маленькими какими-то побегами, длиннющий там до 30-40 сантиметров. И вы хотите сделать из него красивый цветок. Если слушать советов каких-то, вам нужно прищепнуть. Ну, то есть вы берете, обрезаете вот эти вот грани. Что происходит дальше обычно? Обычно пеларгония, она не любит вот отсюда снизу отращивать. Она начинает, зачем ей стараться из старого дерева какого-то там себе выращивать новые. Она берет и начинает отращивать вам опять макушку. Вот это у вас получается такая пальма. Собственно, от чего шли, к тому и пришли обратно. Поэтому не советую делать прищепку здесь, а делать обрезку кардинальную. Ищите. У пеларгонии, когда у нее отваливаются листья, у нее остаются такие, как зазубринки такие. Ну, их в принципе видно. Нужно обязательно присмотреться к стволу. Ну, также оставляете 4 таких зазубринки. Считаете от низа. Раз, два, три, четыре. И обрезаете ее вот так. Дальше. Здесь начинают формироваться новые либо листья, либо побеги. Вы смотрите, что это. Если это побеги, замечательно. Переходите по обрезке к схеме номер 1, которую я озвучила ранее. После того, как вы, у вас начал этот пень организовывать новые побеги. Ситуация номер 3. Вот у вас пеларгония. Вы ее обрезали. И у вас вырос вот такой ствол. Не знаю, не досмотрели. Здесь вот листики. Листики. И вот здесь вот ствол. Допустим, вот такая ситуация. Ну, и, соответственно, здесь вот листики. Что делать в таком случае? Ну, не доглядели. Бывает такое. Уехали в отпуск или забыли про нее. Бывает всякое. Вот у вас получилась такая пеларгония. Ни два, ни полтора. Тут куда-то ствол. Тут куда-то ствол. Что вы делаете в этом случае? В этом случае вы обрезаете это вот так. Безжалостно. И оставляете один пень. И переходите к ситуации номер 1, которую я описывала. То есть убираете листья все. Оставляете только один. И ждете, пока пеларгония снова нарастит вам вот из этих пазух. Новые. Красивые. Стволики. Такие, как нужно. Ну, либо вариант есть другой. Вы можете оставить все как есть. И у вас будет опять кривая пеларгония. Что там за семена положили? Производители семян я не знаю. Посмотрим, что из этого вырастет. Ну, вот этот, видите, такой высокий кустик. Этот низенький. Этот формируется вот быстрее. Тот, который я показывала первый. Видите, он долго наращивает листовые пластиночки. Значит так, смотрите. Здесь довольно много уже. Четыре стволика. Их я уже прищипнула. Вот, посмотрите. Вот. Верхний пошел. И я подождала, пока здесь образуется. Раз, два, три, четыре, пять. Тут даже пять. Нет. Пятый это который пазуха. Откуда он растет? Раз, два, три, четыре. Видите? Четыре листика выросло. Начали формироваться дальше. И я прям эту макушечку, я ее причикнула. Ну, видите, пиларгония бывает так, что она на хитрости на такие не идет. Видите, она с верхней пазуху начала выпускать. А пазухи, которые ниже, что-то не сильно хочет она их формировать. Скорее всего, когда этот подрастет, если эти не тронутся в рост, я опять ее прищипну. Для того, чтобы она все-таки сделала мне пышный куст вот из этих пазух. Так, смотрим, у меня здесь отросло что-то, я хотела прищипнуть. А, вот, вот этот. Вот, посмотрите. Видите, здесь был прищипнут он. Вот пенек. Вот выросла новая. И сейчас я хочу... Выросла раз, два, три, четыре. Видите, четыре сформировалось. Мне их достаточно. И вот здесь начал формироваться пятый лист и почечка. Вот это дело я сейчас вот так вот и прищипну. Для того, чтобы... Кстати, вот здесь у меня, видите, растет еще новый побег. И здесь мешает ему листик. Этот листик надо удалить. Вот так я сделаю. Потому что мешает формированию нового листочка этот листик. Не листочка, а стволика. Вот. Так что вот получилось так. И каждую пиларагонию я осматриваю. Смотрю, где кто вырос, где куда расти не хочет. И формирую вот такие вот кустики. Это еще только первые. Первая формировка прошла. Дальше будет вторая формировка. Ну, конечно, цвести они начинают у меня позже. Потому что я не даю цвести им долго. Скорее всего, отпущу я их в рост только где-то, наверное, в начале лета. Это в середине июня. Они у меня еще не будут цвести. Зато в июле они выпустят цветоносы и будет пышное цветение у меня. Значит, смотрите, например, на примере ангелов еще хочу показать. Вот у меня сформирован был кустик. У него, посмотрите, раз, два, три. Кстати, ангелы, они значительно лучше формируются. Мне больше они нравятся. У них и листьев больше. В плане формировки, я имею в виду, нравится больше. Смотрите, четыре стволика у нее. Это после прищипки. Вот видите, пенечек там. После прищипки выросло четыре стволика. Я их уже прищипнула. Но один у меня, видите, не прищипнул. Значит, он еще не дорос до тех стволиков. И я жду, пока он дорастит. Смотрите, раз, два, три, четыре. Четыре листика он уже сделал. И я вот так вот и отщипываю. Вот остается у меня такая пупочка. Вот дальше здесь из пазух. Видимо, совсем недавно, потому что еще в пазухах не начали новые стволики организовываться. Вот такой вот кустик. Смотрите, этот, например, вот этот куст. У меня все. На нем формировка будет в ближайшее время закончена. Потому что я его ободрала уже как только могла. Вот смотрите, видите, там четыре стволика у него. Они уже такие одревесеневевшие. Это старый экземплярчик зимний еще. Я его купила зимой и начала сразу формировать. Значит, выросли у него новые побеги. Он довольно густой уже. Скорее всего, я дам ему отрасти вот до сих пор. И снова начну формировать. Для того, чтобы был пышный, красивый куст, к сожалению, надо постоянно следить за этим. Кстати, вот здесь вот он, посмотрите, видите, он у меня такой однобокий получился. Вот здесь вот череночек вот этот. Он как-то вышел вперед. Сейчас я его прищипну. Вот нашла у себя еще одного ярого представителя, стремящегося стать бабушкиным цветком. Это черенок тоже, который я купила на Авито. Он обрезан. Значит, смотрите, также я его отрыла. Здесь проснулась пазушная почка. Вот, смотрите. И на этой пеларгонии получается проснулось целых аж пять почек. Раз, два, три, четыре и пятое вот это. Вот, видите, оставила я один листик. Когда вот эти все дорастут, я посмотрю, удалять его или нет. Если он будет портить общую картину и кустик будет неравномерный, то его, скорее всего, я удалю. Значит, что еще можно делать? Можно вертеть пеларгонию. То есть, например, вот видите, все листочки, они смотрят в одну сторону, конечно, на солнышко. Можно ее периодически разворачивать для того, чтобы был доступ солнечных лучей к вот этим вот почкам с другой стороны растения. Я так периодически их кручу и смотрю, как формируется кустик. Что еще? Я никогда не ставлю пеларгонию на южный подоконник, иначе у нее начинают мельчать листья. Ставлю всегда на западный или на восточный подоконник, где солнце где-то часа 2-3 всего может. На улице ставлю даже в тень, где солнце бывает вообще по полчаса всего в день. Она прекрасно себя там чувствует, у нее красивые листовые пластины, и прекрасно она цветет. В общем, на солнце я не рекомендую ее ставить ни на подоконники, ни на балконе. Лучше всего притенять, иначе листья у нее начинают мельчать, и вообще куст становится не рыхлый довольно-таки. Я училась обрезке пеларгоний у английского селекционера и любителя пеларгоний. Мистер Пеларгония такой есть. Я смотрела его видео, он очень хорошо показывает, как сделать выставочные растения. Все басни о том, что их закармливают удобрениями, в них я не верю, потому что все зависит только от правильной формировки куста. И все. Никакими удобрениями вы не сможете сделать красивый выставочный куст без прищипок правильных. Не давайте пеларгониям цвести до начала лета, прищипывайте, и будет у вас шикарнейший просто куст. Я желаю вам успехов в выращивании этих дивных цветов. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте обязательно комментарии. Это очень важно для развития моего канала. Буду вам благодарна очень сильно. Всем спасибо за просмотр и всем пока!